Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете новости на канале ИТОН ТВ. Все самые главные и важные события дня в Израиле и мире в одной программе прямо сейчас на нашем канале. Сегодня 14 ноября, четверг, 405 день войны в Израиле. И это главные новости на канале ИТОН ТВ. Сегодня в новостях. Трагедия на юге Ливана, погибли шестеро солдат Голландии. Офис премьера проспал предупреждение о нападении Хамаса. Иран отказался отвечать Израилю на ограниченный удар. Слухи о покушении на Аэталу Хаминеи получили подтверждение. Аэтала ранен. Арабы Израиля призываются в армию в два раза больше, чем ортодоксы. Кремль требует от Израиля прекратить атаки возле базы российской армии в Сирии. Масфильм передал в российскую армию технику 50-х годов. Служба новостей канала ИТОН ТВ просит вас ставить лайки под нашими видео, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Если у вас есть возможность поддержать наш канал финансово, мы будем вам благодарны. Шесть бойцов 51-го батальона бригады Голландии погибли в бою на юге Ливана. Об этом вечером 13 ноября сообщили в пресс-службе Цахал. Кроме них погиб еще один боец, несколько солдат получили ранения различной степени тяжести. Разрешены к публикации имена пятерых из шести павших. Подробности инцидента приводят в своем аккаунте в твиттер журналист израильского радио Дарон Кадаш. По его данным, бригада Голландии в составе 36-й дивизии проводит в последние дни операции на юго-западе Ливана в рамках наступления на новые районы, где Цахал до этого не действовал. Из этих районов в частности осуществлялись обстрелы севера Израиля в последние недели. В рамках этого наступления 51-й батальон штурмовал несколько зданий. В одном из них израильские солдаты столкнулись с террористами, завязался бой. По оценкам Цахал, около четырех террористов сидели в засаде в здании. Боевики также засели в соседних постройках, откуда вели огонь из гранатометов по зданию, где находились израильские солдаты. В ходе боя, который продолжался около трех часов, погибли шестеро солдат. Эвакуация раненых была сложной и долгой. В Цахал подозревают, что под зданием есть подземный ход, в котором скрывались террористы. С начала войны бригада Голлани потеряла 107 человек убитыми. Вечная память павшим героям Израиля. Разведка узнала о готовящемся нападении в два часа ночи, но не смогла дозвониться до офиса премьер-министра. Об этом говорится в специальном расследовании армии. В ночь на 7 октября 2023 года офис премьер-министра Бенемина Нетаньягу получил ряд сообщений от Цахал и военной разведки. В них говорилось о тревожных признаках активности Хамаса в Газе. Расследование Цахал сосредоточено на событиях последних суток и в особенности часов перед вторжением террористов в Израиль. По данным расследования, начиная с двух часов ночи, а также незадолго до 4 утра 7 октября офицер разведки при канцелярии премьер-министра полковник С получил ряд сообщений из оперативного штаба в исследовательском отделе Оман управления военной разведки. Этот штаб круглосуточно получает и обрабатывает все материалы, собранные разведкой, в режиме реального времени. В важных и неотложных случаях роль этого оперативного штаба также состоит в том, чтобы передать эти материалы наверх. Информация, о которой идет речь, в ту ночь была передана ряду высокопоставленных командиров из Генштаба Цахал, а также канцелярии премьер-министра. Генштаб Цахал передавал информацию в зашифрованной группе, в которой присутствовали несколько высокопоставленных сотрудников силовых ведомств, в том числе полковник С, офицер разведки при канцелярии премьер-министра и сам премьер. Первая информация о тревожной активности террористов поступила около двух часов ночи. Также поступила информация о том, что высшее военное командование Хамаса в экстренном порядке спустилось в безопасное укрытие. Но разведка посчитала, что тотальной угрозы нет. Офицер разведки канцелярии премьер-министра полковник С сообщил военным, что после получения информации он попытался позвонить в канцелярию Нетанияго, но не смог ни с кем связаться. Позже появились сообщения о других признаках в поведении Хамаса, указывающих на то, что группировка готовится к нападению на Израиль. Тогдашний военный секретарь Нетанияго, генерал-майор Ави Гелем, который сейчас находится в центре полицейского расследования, сообщил, что время и содержание этих разговоров были зафиксированы в протоколах с искажениями, не так, как это происходило на самом деле. Гиль обратился к сотруднице офиса, которая составляла протоколы, и она сказала ему, что у нее не было выбора. По ее словам, очень высокопоставленный чиновник в офисе Нетанияго приказал ей сделать это. В то же время с начала войны канцелярия Нетанияго утверждает, что премьер-министр не несет вообще никакой ответственности за провал и что вся вина лежит на Цахал и разведывательном сообществе. В канцелярии заявили, первый телефонный звонок премьер-министру Нетанияго по поводу нападения Хамаса 7 октября поступил в 6.30 утра от его военного секретаря, когда нападение уже началось. Иран через третью страну сообщил США, что не будет реагировать, если ответный удар Израиля на его массированную атаку будет ограничен определенными целями. В таком случае Тегеран сочтет раунд закрытым. Послание было передано за кулисами, в то время как иранские власти публично предупредили Израиль о серьезном ответе на возможную атаку. Целью ответных ударов Израиля могут стать объекты нефтедобычи и ядерные объекты Ирана. Тегеран предупредил, что если Израиль решит ответить на удары, он столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками. Однако еще до массированного удара 1 октября в политическом руководстве Ирана разошлись во мнении, стоит ли отвечать Израилю. В группе тех, кто сомневался, были президент Ирана Масуд Пизишкиан и верховный лидер страны Айтала Али Хаминии. Они утверждали, что сдержанность могла бы помочь добиться уступок от Запада в вопросах с ядерной сделкой и смягчением санкций. Иранская оппозиционная газета Джумхурие Азад Свободная Республика, выходящая на персидском языке в Европе, опубликовала статью, проливающую свет на слухи о недавнем покушении на Айталу Али Хаминии. Газета приводит свидетельства иранского инженера по имени Резами Храни, который работал на строительстве подземного туннеля в Тегеране и в скором времени покинул страну. По его словам, незадолго до своего бегства он лично видел Айталу Хаминии, которого провезли мимо инженера в отдельный блок. Инженер утверждает, что Айталу доставили в подземное помещение в инвалидном кресле. И тот выглядел очень слабым, он почти не мог говорить, а сопровождали его многочисленные телохранители и представители службы безопасности. Этот туннель, о котором в последние месяцы активно писали иранские СМИ, официально преподносился как защитное сооружение для населения на случай усиления угрозы со стороны Израиля. Однако, по словам инженера, сооружение предназначено вовсе не для гражданской обороны. Основное назначение туннеля, по данным Мехрани, это безопасное убежище для самого Айталы. Таким образом, опубликованные данные усиливают подозрение о том, что на Айталу действительно было совершено покушение, вследствие которого он получил серьезные травмы. Присутствие высокопоставленного духовного лидера в столь скрытном и защищенном месте подтверждает, что состояние Хамении вызывает опасения у иранских властей. В израильской армии арабов вдвое больше, чем ортодоксов. Официальные данные опровергают утверждение, что национальные меньшинства не призывают в армию. Количество арабов на военной и альтернативной службе примерно в два раза больше, чем ортодоксов, сообщает экономическое издание калькалист со ссылкой на данные Цахал и управление альтернативной службы. По состоянию на 2023 год общее число арабских призывников, мусульман и христиан, а также бедуинов, поступавших на армейскую или альтернативную службу, составило 3800 не считая друзов и черкесов. При этом показатель в ортодоксальном секторе за тот же отчетный период – 1801. С начала войны число ортодоксов на альтернативной службе выросло в два раза. Россия обратилась к Израилю с требованием воздержаться от ударов по целям районе авиабазы Хмимим в Сирии, используемой военной авиацией России. Официальная Москва утверждает, что израильские атаки наносят ущерб базе и угрожают безопасности ее личного состава. Одновременно российские официальные источники отвергают утверждение о том, что база стала перевалочным пунктом снабжения Хизбаллы. Представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что авиабаза Хмимим не используется для поставок Ираном оружия Хизбалле. Он назвал предположения о российской помощи Ирану и Хизбалле слухами. Тем временем боевые самолеты Израиля наносят удары по приграничным шоссе на территории Сирии, используемой для перевозки оружия и боеприпасов для Хизбаллы. В сообщении сказано, что в последние месяцы Цахал усилил действия по предотвращению доставки террористам иранской военной продукции. В прошлом году киноконцерн Масфильм передал со своей военно-технической базы на нужды армии 36 антикварных танков. Об этом рассказал во время встречи с президентом Владимиром Путиным гендиректор концерна Карен Шахназаров. Согласно информации, опубликованной на сайте Масфильма, киноконцерн располагает более чем 190 единицами бронетехники и десятками единиц военного вооружения, в том числе зарубежных. Все они представляют собой реквизит, находятся в исправном состоянии. Также у Масфильма есть собственные площадки для съемок с участием военной техники. Это были главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Служба новостей канала ИТОН ТВ просит вас ставить лайки под нашими видео, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Если у вас есть возможность поддержать наш канал финансово, мы будем вам благодарны. Это были главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.